Всем привет! Это передача Outside и я, ее ведущая Герда. И наконец-то я расскажу вам новости прошедших недель, рубрика NS News. Стала известна дата проведения юбилейного шоу Not in Storm 10. Оно пройдет 2 июля на базе NSW по адресу Лесной проспект, дом 59, корпус 7. Билеты стоимостью 500 рублей поступят в продажу 30 мая. Вы сможете приобрести их следующими способами. В антикафе 12 комнат, в магазине комиксов 28, который расположен в креативном пространстве ткачи, или же по телефону. Стоит отметить, что стоимость билета в день шоу составляет 600 рублей. Юбилейное шоу пройдет прямо в середине лета, а это значит, что его итоги приближают нас к битве на Неве. На нем нас ожидают ответы на следующие вопросы. Какова судьба чемпионских титулов? Что ждет новичков, дебютировавших на Комик-коне? Ну и наконец, кто же одержит победу в командном турнире Триумф 2016? Напоминаем вам, что в финал прошли две команды. Подопечные Евгения Медведева, Индиго, Вегас и Рина. И команда под ярким названием «Звезды NSW» в составе Алекса Андерсона, Миланы и Алькора. Ну и еще одна замечательная новость. В официальном магазине NSW появились товары с символикой одного из мощнейших рестлеров в NSW – Шамана. Не пропускайте обновления, ведь впереди еще много интересного. Это была рубрика NS News и я, ее ведущая Герда. До встречи! Да не-не-не, сегодня не будет никаких съемок. Нет, не переживай. Слушай, я на больничном. Реально на больничном, нет никаких съемок. Я вот тут не бреюсь даже неделями. Просто заедь за мной в офис. Хорошо? Ладно, Грид, ты все, давай, не отвлекай. Здравствуйте, с вами рубрика «Биржа Рестлинга» и я, ее ведущий, Стервятник. Сегодня я хотел бы вам подробнее рассказать про фестиваль Комик-кон. Организаторы этого фестиваля вложили большое количество инвестиций для развития данного проекта. Следовательно, NSW вложили большие инвестиции для создания турнира «Триумф». Итак, давайте вспомним, что было. А я хочу вам привести много интересных фактов, которые я заметил на турнире «Триумф». Первое, что я заметил. Главные фавориты этого турнира – Алекс Андерсон, Милана и Алькор. Главные звезды NSW, не одержавшие ни одной победы в этом году. Однако, сплотившись, они сумели поднять свои акции и пробились в финал. Что очень удивительно. Видимо, эта команда достойна большого будущего. Кстати, я хочу заметить один такой факт. Евгений Медведев за последнее время набрал много подчиненных. И в начале самого турнира победа кого-нибудь из подопечных Евгения Медведева была 3 к 8. После прохождения четвертьфинала и уже видя картину полуфинала, можно было заметить, что вероятность побед клиентов Евгения Медведева была 50%. Но в финале уже точно победит кто-нибудь из клиентов Евгения Медведева. Возможно, Евгений Медведев именно планировал взять кубка. Да, кстати, вы можете внимательно присмотреться и вспомнить прошлогодний турнир «Триумф». Что самое заметное, что не участвует ни одной команды из прошлого года в этом году. А единственный победитель, участвующий в этом году в турнире «Триумф» — это Алькор. И, кстати, возможно, будет такое, что он одержит победу в этом турнире и второй раз.